Добрый день, Геннадий Николаевич, очень приятно, что вы позволили с вами поговорить. Мы знаем, что вы принимаете большое участие в кадетском движении, каким-то образом окормляете их. Расскажите немножечко про эту вашу сферу деятельности. У нас много именных школ, которые носят имена погибших наших сотрудников. Таких школ тоже достаточно, это уже наши подопечные школы и так далее. Одна из школ, правда, я еще живой, в поселке Лямино Часовского района Пермского края, где я учился с вашей родины, ее назвали моим именем. Только в этом году, я в этой школе был в течение года пять раз, летал туда. Каждый раз, когда приезжаешь, это обязательно с какими-то подарками, денежками, просьб много, в том числе и материальных, денежных, я подчеркиваю. Вот наша баскетбольная команда формы не имеет, все команды имеют форму, формы выступают, а мы толчем. Я спрашиваю, сколько стоит? Ну, я не знаю, но тысяч пятьдесят. Пятьдесят тысяч отдал. Своих личных дел? Конечно. Про ту же вторая говорит, а у нас аппаратура, она уже вся в негодность пришла, она там барахлит и так далее. А сколько стоит? Сто тысяч. Тут же еще сто тысяч отдал. На билет себе не оставил, занимал, потрал впереди. Главное ведь не в этом, главное общение с детьми, с учениками и так далее. Потому что сейчас время такое. Патриотизм очень в море, он должен быть, я хочу сказать. Его прививать надо с детства, патриотизм. У нас эти события не показали, что молодые люди, которые, этот патриотизм, вообще не селся никогда. Но вы имеете в виду тех, кто побежал за границу, когда мобилизация били? Это как раз, видимо, и пробелы воспитания 80-90-х годов. Как раз то, вот это влияние, вот этих вот, тлетворное влияние всяких вот течений молодежных. Данные я не могу сказать, они подлинные и неподлинные. Но от уважаемого человека я, например, слышал, в моих соберейных делах, о том, что в Казахстан ушло 120 тысяч призывников, призывного возраста, и 40 тысяч грузин. И что грузины сказали, что мы готовы по первому делу, мы выйти всех обратно в Россию. Но наш президент поступил, он сказал, что мудро, вернее, не мудро, а мудро, не умно. Что раз ушли, пусть поработать. Ну, по каким-то другим данным, опять же, не официальным, порядка 700 тысяч до миллионов в общей сложности ушло молодых людей призывного возраста. И, ну, вот про Грузию вы отметили, экономика Грузии в полтора раза показала показатели, экономика Грузии в полтора раза выросла с приходом вот этих ребят. Потому что туда пришли там мозговиты, те, которые, ну, IT-технологиями занимаются, те, которые могут работать удаленно. Поэтому там, это не самые плохие люди, но они имеют пробелы в воспитании, которые у нас были упущены именно в 90-е годы. Да, вот именно, давайте вспомним, там, 41-й год, когда молодежь рвалась на фон добровольцами. Да, вот это было воспитание. То есть, там отбоя не было, военкоматы были перегружены. Вот, но сейчас вот президент наш выступил, сказал, что за последние 10 месяцев там порядка 300 тысяч добровольно пришли служить по контракту. То есть, какие-то проблески все равно есть. Именно на таких примерах, как вы, на таких людях, как вы, да, с такой биографией, им нужно воспитывать. Надо им не Микки Маусов показывать, а таких людей, как вы, и слушать, что вы говорите. Кадетское движение, у вас очень много школ, которые... Ну, в кадетских училищах практически во всех Москве, которые есть, во всех я выступал. Откровенно, мне очень понравилось кадетское училище, это здесь, в Москве, в Кузьминках, девчачья. Женская. Второе мы считали, считаю, в Кузьминках, имени Холошова, казацкое. Вот это правильно ребята вырастут, как вы считаете? Это, я считаю, они уже выросли. Они уже, фундамент у них такой крепкий заложен там, что вопросов нет. Я вообще считаю, что любой взрослый человек, если у него есть такая устойчивая гражданская позиция, он должен заниматься этим делом. Передавать свой житейский опыт. Ваша гражданская позиция, она должна тиражироваться обязательно. И молодое поколение, да, и даже вот уже и не молодое, они должны как бы каким-то образом, как вот на право фланговых, равняться на таких людей, как вы. Вы также, мы знаем, достаточно большое внимание уделяете ветеранским организациям, фондам помощи погибшим семьям. Это не я, это занимается ассоцией. У нас есть человек в ассоцией, который закреплен за семьями погибших сотрудников. Занимается только этой проблематикой. Мы постоянно, мы ежемесячно, семьями погибших сотрудников, в зависимости от количества детей и так далее, выплачиваем деньги. Материально помогаем. Каждый месяц, ежемесячно помогаем. Это ценно. Потому что, ну и без этого нельзя. Жизнь такая сейчас, что она недостаточно непростая. Как-то в школу собрать ребенка, и то надо большие уважения иметь и так далее. Поэтому помогаем, как не только словом, но и делом помогаем. Материально помогаем. Нам стало известно, что вот этот благострадальный памятник, который Иосифу Виссарионовичу Сталину, генералиссимусу, создала общественная организация фонд «Русский Витязь», который, ну вот на юбилей Сталинградской битвы, они пытались поставить его в городе Волгограде, в бывшем Сталинграде. Не поддержал руководство города. Ребята изготовили на собственные средства. Только город Великие Луки, руководство завода «Микрон» согласились, милосливо, видимо, все-таки у них другое немножко мнение, поставить этот памятник. И вас, мы знаем, попросили написать текст. Вообще отношение к Сталину, я подчеркиваю, да, честные слова. Прошло столько времени. Пора бы уже разобраться вообще этой историей прямо вот детально. Ведь я хочу начать вот с этого съезда партии, с 22-го съезда партии, который именовался о разлучении культа личности Сталина и его вредных последствий. С закрытым докладом выступал Хрущев. Хотя Запад давно знал об этом докладе, я подчеркиваю. О чем речь была тогда? Для нас он закрыт. До сих пор, я подчеркиваю. Кстати, 23-й съезд, я недавно прочитал об этом. Отменил решение 22-го съезда партии. Они по сути своей нанесли огромный вред международному коммунистическому рабочему объявлению. А главным образом на нашем заодношении с Китаем. Помните, что было? Да. Это все решение... Коммунистический Китай не принял эту историю. Ну, ведь когда не было гимна Советского Союза, в 6 часов утра радиотарелка пела, что широка странам она равна. А потом пели песни. Мало, Сталин и Маус слушают нас. А все, потом, вот только решение этого съезда, они так вот осложнили наши отношения с Китаем. Это отношения с Китаем мы, скорее всего, восстановили. Сейчас у нас там дружбу не разлили вода. А вот мы не восстановили добрую память вот этого человека. Того человека, который поднял страну, вывел ее из колхозного, из крестьянского, из крестьянской аграрно-неграмотной страны, подготовил ее к величайшему в мире войне, выиграл эту войну, создал индустриальное мощное государство. Херчий, наш враг практически. Ну, я, наверное, говорю, так неправильно, наверное, врага не мог. Он, естественно, за коммунизм не ратовал. Это, естественно, социализм тоже не ратовал. Это идейный враг у нас. Но, тем не менее, он же выступил по случаю юбилея Сталина в 70-летие. Он выступил с статьей, которая опубликована. Заслуга Сталина заключается в том, что он принял страну лапок, но и оставил ее вооруженное атомное мороженое. И, если вы говорите, ошибки, я не исключаю их, я их не закрываю. Но, с другой стороны, нельзя же вешать всех собак на него. По инициативе Сталина в январе 38-го года был проведен заседание Центрального комитета партии нах с единственным вопросом истребления в судебной празднике. После чего был снят с должности Ежов, а ведь Ежов выступая на суде, а суд проходил вот в этом Доме Союза, он сказал, я очень хорошо почистил свою структуру. Тогда же не было КГБ до 54-го года, а было Главное управление государственной безопасности системой МВД. 25 тысяч штат этой структуры был, в УГБ. 12 с половиной тысяч человек были репрессированы. Удар-то наносился, уж если разобраться в истории досконально, главным образом по этому органу. Многие были расстреляны. Начальники главных управлений, начальники самостоятельных управлений, управлений территориальных органов и так далее. Они практически все были освободены от долга. Все. А некоторые расстреляны были, были 500 расстрелянных даже. Но ведь это делал не Сталин, я подчеркиваю. 20, то есть 50% личного состава были репрессированы в прямом или при носом смысле, или уволены без никаких пособий. Но и он сказал, я мало почистил эту структуру, вот это я неправильно поступил. Ну вот Сталин же, если Ежова поставил Берию, именно после того, как Берия пришел уже в эту структуру работать, как раз и было вот это послабление, еще многих репрессированных вернули. Берия тоже оболганная такая же личность, как и Сталин. Вот как раз именно после прихода Берии и произошел вот этот процесс лидерализации вот в этих структурах силовой. Ну и давайте уж смотреть правде в глаза. Если бы Сталин не назначил Берию ответственным за ядерное вооружение, может быть, его бы еще и долгое время после этого не было. Давайте тогда вспомним, что Берия отвечал за всю военную промышленность, да, и за эвакуацию заводов, и за всю военную промышленность в течение всей войны. Эвакуацию и Косынина что-то отвечал тоже. Ну, Косынин, я подчеркиваю. Заслуги Сталина в целом перед нашим государством, они огромные эти заслуги. Огромные. Это общеизвестно, тут доказывать даже это не надо. Сталинские пятеретки, хотя их сталинскими называли, ну, так называли многие. Потому что ведь тогда то же самое. Хвалить Сталина было очень удобно, я подчеркиваю. Критиковать неудобно, а хвалить было очень удобно. Многие хвалили, я подчеркиваю. Ведь войну выиграли не только на фронте, а в тылу выиграли главным образом войну. Столько заводов было эвакуировано на Урал, Сибирь и так далее, которые занимались производством именно вооружения, средств вооружения боеприпасов. Он поменял трех наркомов, ведущих наркомов перед самой войной, в 41-м году поменял. Назначив наркомам авиационной промышленности Хакулина, наркомам боеприпасов Кустинова Дмитрия Чедовича и наркомам вооружения Ванникова. Почему поменял? Потому что наркомы были старые, по возрасту уже старые были. Он понимал, что в годы войны вынести им вот это напряжение будет очень сложно. молодыми кадрами поменял, молодыми. Они пахали, они делали все для победы. Вы помните его знаменитые кадры решают все. То есть он четко занимался с кадрами, да, то есть очень четко все. А по поводу его авторитета вы упомянули Черчилля, в его мемуарах, в мемуарах Черчилля есть такой эпизод, когда он говорит, я не могу объяснить, но когда заходил Сталин, все вставали в зал. Он говорил, мы с Рузвельтом договорились, он опаздывал минут на пять, войдет, не будем вставать, но какая-то невидимая сила и нас поднимала. Вот это был авторитет человека. То Рузвельт, Сталин, они вставали, когда заходил Сталин в зал. Почему он заходил в последнем, в Ичерчилля? Я вспоминаю опять книгу про Косовского Константина Константина Солдатский долг. Очень хорошая, умная книга. Он в этой книге пишет, когда Жуков был назначен командующим Западным фронтом, а он был командующим 16-й армии, но армия это только название, а практически от армии там немного оставалось уже сил. И вот он позвонил Жукову, он об этом пишет в книге, и предложил ему, почему мы выстроили оборону нашу под Москвой, но если смотреть с севера на юг, то по правому берегу канала. Давайте мы ее по левому берегу пристроим, потому что сам канал это уже препятствие для прохода техники, военной техники тогда. И он ему сказал в резкой форме, стоять наскать там, где приказано никаких вопросов. И в книге он пишет, я вышел из землянки, кругом свистели осколки, пули, у меня было единственное желание, чтобы меня убило. Больше никакого желания не было после этого разговора. офицер связи пригласил меня к аппарату ВЧ, звонить Сталину. Сталин ему сказал, Константин Константинович, я понимаю, главный удар будет нанесен там, где ваша армия сосредоточена. Я вас прошу, сделайте все возможное и невозможное, чтобы продержаться до утра. Утром я вам пришлю подкрепление. Он говорит, я забыл о том желании, которое буквально несколько минут назад владел мной. Я стал сразу думать, собрал своих подчиненных в штаб, что же можно еще, чем можно укрепить центр возможного прорыва обороны нашего. Какое воздействие имел звонок человека. Утром пришли свежие силы. Все. Мы уже крепкие как-то вечно. Нам можно было держаться. Вократион операции обосложнение Беларуси. настаивал Рокоссовский на том, что главный удар в его фронт нанесет именно через болото. Когда рассматривался этот вариант на военном совете, многие маршеры, которые присутствовали при этом, руководители различного уровня, я подчеркиваю, командиры, они категорически протестовали против этого, что техника не пройдет через болото. Это кубительный вариант. Сталин ему сказал Константин Сеевич, вы едите в соседнюю комнату, подумайте еще раз, где будет наступать ваш фронт, и потом зайдете и довожите. Он вышел, подумал, вернулся и сказал, через болото. Что сказал Сталин? Если командующий фронтом настаивает на этом, я утверждаю этот план. Все. сделали гать из Брюрена, техника прошла, немец не ожидал там удара, и поэтому поперли, 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 оставляя крупные даже города Белоруссии, где была сосредоточена немецкая армия ее, ее штабы и так далее, оставляли в окружении ее, а войска шли вперед. Война нам дала по-моему 12 маршалов, Трокоссовский, Малиновский, Жуков и так далее. И вот все, кто писали мемуары, из того, что я помню, там достаточно жесткие у них были военные советы, ну крупные, там очень жесткие были баталии, вплоть до матов, вплоть до стучания кулакова по столу, и там был один момент, который, я вот не помню, в чьих это мемуары было, кого-то из маршалов тоже, может быть, вы вспомните сейчас, когда Сталин что-то говорил, Жуков там очень сильно возражал, и в какой-то момент Сталин говорит, выйдите, говорит, товарищ Жуков, и остыньте в приемной, и когда остынете, зайдете. И Жуков, выходя из приемной, хлопнул дверью, а там у него был секретарь, Паскребышев у него была фамилия, и он, выходя из, хлопая дверью, Жуков, заходя в приемную, говорит, ты этот таракан усатый, Паскребышев услышал это, заходит, потихоньку берет какую-то бумагу, заходит туда, в кабинет к Сталину, и ему на ухо, говорит, товарищ Сталин, сейчас вот Жуков, говорит, выходил из кабинета, и сказал, говорит, таракан усатый. Ну, Сталин вышел в приемную, он говорит, товарищ Жуков, вы когда вышли, сказали таракан усатый, вы кого имели в виду? Жуков, так меня стерявшись, говорит, я, говорит, Гитлер имел в виду, он так поварярщится, а вы про кого подумали, товарищ Паскребышев? Такие моменты даже не дописывают. Это я слышал, но я не читал. Генералиссимус, когда принимал все важные стратегические решения, он всегда слушал этих своих, ну, больших командиров, да, командующих фронтами, маршалов, и всегда основывался на общем, каком-то коллективном мнении, никогда там не пытался там свое авторитетное, хотя оно было очень авторитетное мнение. Поэтому, конечно, это личность, которая оболгана в истории, оболгана вот этим, вот его последователем, вот этим Никитой Сергеевичем, бесславным человеком, но, к сожалению, вот его история помнит все-таки в отрицательных красках господина Хрущева. Вы руководили легендарным подразделением, руководили практически, получается, 20 лет, да? Вы руководили? Нет. Вы с 77-го по 95-й, да? С 77-го по 88-11 лет. А, потом вас пробили. Ельцин в 92-м году меня опять назначил туда. А в 95-м я написал два рапорта, по пятому рапорту решения не было о том, чтобы уволили, меня уволили. По рапорту уволили. Я, откровенно говорю, после 93-го года было очень мутно для духа. когда президент сказал начальнику главного управления охраны, Альфа была уже в Кремле в составе в парламент. Да. Чтобы духу не было этой Альфы. Убрать ее. Все. Чтобы не было ее. Я откровенно говорю, что тогда мы были на очень такой, на грани, что нам уже все, конец был. Вы не выполнили приказ, прямой приказ, вы выполнили его по-другому. Вы трактовали по-своему то, что вам приказали сделать. То есть результат все равно был? Результат был такой, что Белый дом освободили. Да. Но как бы не было крови. Не было крови. Как он хотел. Именно поэтому вы в парень милости это понимаете? Тут большой роль сыграл Николай Ласбурсков с начальником главного управления охраны. Я знаю это не чьих-то слов, не знаю, я знаю, это подлинно, о том, что он был не согласен с решением президента разогнать Альфу. Он высказывал свою позицию, говорил ему Борис Николаевич, ну, если кто-то виновен, давайте разбираться и накажем виновных, но при чем здесь все подразделения значит, так далее, ликвидируют. И когда дело дошло до неприязни такой определенной, он вынужден был даже написать рапорт об уволении Михаила Ласбурсков. На что он ему сказал, я понял, что вам надо отдохнуть, я разрешаю вам две недели отпуска, вернетесь из отпуска, вернемся к этой бумаге, она будет лежать в районном стаде. когда он вернулся из отпуска к этой бумаге, они не возвращались и подразделения о том, что разогнать его больше речи не было. Но, что касается вымпела, ведь мы действовали вместе с вымпелом, Альфа и вымпел были у белого дома вместе, то он своим указом передал вымпел в МВД. Вымпел это была структура, сейчас об этом можно сказать, она создавалась, конечно, позже, чем марта, но она создавалась для того, чтобы на период военных действий, вот как сейчас, действовать в тылу врага. Люди знали по два, три иностранных языка, готовились к этому очень серьезно, структура была очень мощной, очень серьезной. Я могу даже назвать цифру, 762 человека спичный состав только в нем от этого. 49 человек ухлопом в МВД, остальные были уволены в сих. Структура была потеряна. Эти люди, это люди на вес золота вообще каждый человек. Штучный. Штучный талант. Штучный. Каждый выбирает. Ну и как такой вот может руководитель такое делать? вот, ориентализм определенный я под человеком. Ничего тут нет. Вам ведь, если он где-то что-то надумал, значит, убивался, прав он не прав. помню пресс-конференция одну. Женщина-корреспондент задавая ему Борис Николаевич. Скажите, пожалуйста, все-таки, сколько людей погибло у Белого дома? вы точную цифру можете назвать? Он так глянул на нее злое и говорит, ну что вы ко мне пристали с этим вопросом делать? Есть цифра, то ли 142, то ли 146, вот и руководство теснее. А цифра-то это 142 или 146 удобная. Если 152 или 156 даже, Грахский и Международный суд имел возможность и право возбудить уголовное дело по статье 19 собственно. А здесь до этого он не дотягивает. Нет, Герцин был неприкасаемый в определенной степени. Человек, который из танков расстрелил собственный парламент. До сих пор я открыто говорю, я не стесняюсь, что ему не дворцы надо было строить лица, а его судить надо было. Судить, во-первых, в марте 1953 года плебисцит всего взрослого населения Советского Союза. Вопрос вы за или против Советского Союза? Я так кутрирую. Большинство, абсолютное большинство вы сходят за сохранение Советского Союза. А они втроем собрались в Беловерской Пуще и ликвидировали Советский Союз. Это первое обстоятельство. А второе обстоятельство расстрел парламента, собственного парламента и станков. Это как понимать? То, что про Беловерскую Пуще вы сказали, это классические заговорщики. Классические заговорщики, которые просто вот таким вот почесав правой рукой левое ухо они взяли и развалили страну. Мне приходил Соколов, я не знаю фамилию, это старший помощник у Горбачева на тот период по партийной линии, по линии ЦК. Он приходил ко мне и рассказывал, я сказал Горбачеву, зашел и сказал, дайте мне Альпу и дайте мне команду, приказание, привезти их этих трех субчиков вам оттуда. Я поеду приведу вам, остальное значит это следствие суд и так далее определить. Не дали. Он сказал, так нельзя поступать. Ну, раз нельзя, значит, против вас церемониться не буду. Я оказался прав. У Гельцца у него маниакальная, ну это уже биограф и пишут у него маниакальная вот эта тяга к власти была и вот таким вот образом разломав Советский Союз, договорившись о том, что они каждый по себе подписали Белорусское соглашение, а у Горбачева не хватило духа просто, он просто слабый человек. Даже вот этот военный конфликт, в котором сейчас Россия участвует, это тоже следствие всего того, что наделано в 90-е годы, когда расширялось НАТО, все молчали, когда пили водку и мочились на колесо самолета, в то время, когда над ним хохотал президент Клинтон над этим яйцем, они его дураком считали, если так вот честно. И его речь в американском сенате, когда он сказал, идол коммунизма разрушен, да здравствует, бог храни Америку, и Россию, ну бог храни Америку, президент другой страны, в парламенте другой, враждебной практически страны, его хлопали по плечу, и армия валялась на боку, армии не было, да, и решили армия. Зарплату не получали по 6-8 месяцев. Солдатики на улице ходили, попрошайничали, вспомните эти времена, когда солдатик сигаретку просил, сигаретки на сигаретки просил, у лайков ходили, деньги попрашивали, грязные, оборванные ребята ходили, молодые. то есть то есть он же из Беловецкой пущи первый, кому доложил, это ЕВЕС, Билл Клинтон, Билл, не Союза, мы подписали документы, сейчас. То, что не смогли сделать военные, сделали заговор шипы практически. Я так понимаю, что вы как командир, ну, не понимаю, это, конечно, командир делает, в плане планирования вот этих военных операций, ну, связанных с контртеррористической деятельностью, и вы лично у них принимали участие как передовольщик во многих из них. Есть такой известный факт, в американском посольстве вы в переговорах участвовали, вы переговаривались, когда самолет захватили, который в Израиле угнали. Вот первая операция это имела место быть 26 марта 79 года, тогда в 14 часов 20 минут второй скитарь американского посольства провел встретил на улице Чайковского провел в комиссарской отдел посольства неизвестного советского человека, который, пропав туда, выдвинул американцам требования, чтобы они вывезли его в дипломатической автомашине в Аэропоршую Ветеру и самым американским самолетом отправили в Соединенные Штаты. Угрожал он тем, что он завиенирован? Да, а в случае неуполнения требований он заявил американцам, казалось, независимое, что он взрывнул устройство, если не будете выполнять МИТаеву, я приведу его в действие. Естественно, они обратились сразу в МИД, чтобы компетентный орган занялись этим борьбистом. Боевые действия подразделения вводятся по личному распоряжению председателя КГБ либо лица исполняющего обязанности. Председатель КГБ дал команду нам выехать туда и занять и решение не было проблемой. Мы прибыли туда, там уже был в это время первый заместитель начальника 7-го управления, входил в состав структурного 7-го управления, как говорится, и начальник американского отдела МИДа. был вызван времен и проверенный в делах. Посла не было в этот период, уехал из Союза. Мы с ним, но не я, естественно, я присутствовал при этом, я задавал свои вопросы, которые надо нам решать и так далее. Согласовывали, что нам надо будет делать там, на территории посольства, а они после этого заявления бомбисту дали команду, и весь персонал посольства был выведен во двор посольства, то есть с условием помещения все покинуты были. Мы приняли свои меры безопасности. В том числе я поставил вопрос, что может быть придется применять оружие огнестрельное и так далее. На все эти наши просьбы положительное разрешение были даны, что можете действовать как вам нужно, в пределах вашей необходимости на территорию посольства. И было принято решение провести с ним переговоры. Вот эта миссия была возложена у меня, когда появился в посольстве, я видел, что с ним разговаривает первый секретарь американского посольства, он тоже подкинул по решению. Первый вопрос, который он мне задал, кем я являюсь. Первое, что мне пришло на ум, я сказал, что я задаю старым секретарем консульского управления МИД и СССР. Документы предъявить. Я говорю, документов у меня нет. Почему нет документов? Потому что я нахожусь на американской территории, это не советская территория, посольство, это американская территория. Поэтому я все документы сфере оставил на нашей территории. Ну, может быть, поверил, может быть, не поверил, но больше вопросов не знал. он заставил снять пальто, выговорить карманы, пальто, пиджак, выговорить карманы, брюк карманов. Оружие, опасался оружия, да? проверял несколько у меня оружия, заставил, прорабатывал качьи свои, и так далее. Он выдвинул тревольных, что я не имел права приближать к ему на расстоянии ближе одного метра. В случае нарушения он все время убежал, что я приготовил это устройство здесь. Вот указательный палец правой руке он все время держал на спуску и тяге. Он показал мне предмет из нержавеющего металла, из белого металла. И этот примерно 5 на 15 на 15 скопился рельям к животу, вон он попал. То есть разговор он вести не очень хотел, просто не хотел, но потихоньку постановка других, косменно каких-то, имеющих прямого отношения к этому делу, просто воскрешать пришлось и сообщил о себе, что он является Власенко Михайловичем 51-го города жизни, уважение сужитель города Ферсона, прошлый момент торгового плода. Годом раньше сдавался вступить на экзамены в НГУ, не прошел по конкурсу, разновился и решил получать образование за рубежом. Разговор длился, да, я его тоже выторговал, я говорю, что у меня периодически надо будет покидать посольство, чтобы связывать с своим руководством, как идет подготовка троих документов к выезду за рубеж, потому что без соответствующих документов, паспорта, визы, тебя никто не выпустит за рубеж, даже американцы не могут выезти. Он разрешал отмечаться на не более пяти минут, возвращаться одному и опять-таки есть и наружу, что эти же угрозы. Ну и в конце концов, когда никакому положительному результату в результате вот этих разговоров мы не пришли, обездвижить его не удалось, разоружить его не удалось, я применяюсь и так далее, председатель КГБ дал команду поразить его плечом предплещей правой руки, рассчитывали, что наступит конвульсий, он не сможет нажать, а у него спусковой крючок какой-то был или кнопка? Нет, не кнопка, а кольцо, кольцо было, взрыватель там, да, вот он его держал этот взрыватель. Он забежал в другое помещение меньшего размера и там то ли преднамеренно, то ли нехайно взрывное устройство он привел в действие, мебель в этом помещении была покорежена, возник пожар, его донесли до машины скорой помощи, она дежурила в американском посольстве, и его довести до русских посольствов не удалось, пути он скачался, потому что он не сидел с ним в жизни и ранения. Комиссия, которая была создана, она разворвалась во всем этом, оказывается, взрывное устройство состояло из трех отсеков. В первом был пороховой заряд, во втором тротиловый заряд, и в третьем самый мощный по своей разрушительной химии полбитра китриновой кислоты. Первые два заряда сработали, а третий нет, потому что китриновую колосу к кислоту он получил у сына, заведующий кафедрой химии МГУ, и полтора месяца хранил, пробка была бумажная, заткнутая, полулитровая бутылка, полулитровая покинутая, что в дупле дерева под Москвой в лесу она напиталась влагой, и поэтому наше счастье, американской тоже, она не сдетонировала. По заключению этой комиссии авторитетной, если бы сдетонировала приклинувая плота, здание американского посольства было бы причиняно очень большой ущерб разрушительной силы. Вот так закончилась операция, закончилась, она и зданием приказа председателя КГБ, по итогам этой операции приказ был мощный, он, я считаю, до сих пор даже основополагающим является для действующего подразделения, потому что там поставлены такие вопросы, подготовки личного состава и так далее. До сих пор так ответа и нет, каким образом этот мерзавец попал вообще в американскую посольство. Это же что-то, в американскую посольство просто так не зайдешь внутрь, не попадешь, то ли он что-то им сказал. Насколько мне известно, следствие показало, что консультировал его через сына, военно-морской атташе американского посольства, как создать это в первом обслуживании. Так что, видимо, он известен, думал, где-то раньше. То есть, они его консультировали и потом привели с бомбой к себе, что ли? Да. Ну, откуда знали, что с бомбой? Он же не сообщал. А зачем консультировали-то вот это что-то? Очень странная история. Видимо, рассчитывали, что где-то в другом месте применят. Ну, готовили, может быть, на какое-то, какую-то миссию, а он взял и стал играть не по правилам. Такое тоже, наверное, случается. А вот еще очень интересный факт, когда самолет в Израиле угнали тоже с мерзавцами и вывели тоже там переговоры. Да, там же тяжелая ситуация была. Это было 1 ноября, декабря 1988 года. банда банда в составе 4 человек добавлял банду материю лицидевиз 4 досудимые за тяжкое уголовное поступление и хрианс нет. Они уже давным-давно готовились к совершению этого преступления. А в этот день им повезло в том отношении, что дети, ученики 4-го, Г-класс, 42-й школа, в город даже не идти, и за месяц учительниц пошли на местный полиграфический комбинат на экскурсию. Возвращаются веселые, довольные, получили новогодние подарки в полиграфическом календарике, там, и все. Вышли за пределы проходной, стоит классный автобус. Добрый дядя говорит, я по включению родительского политета. Прошу вас, занимайте места в автобусе, мы развезем у вас дом, квартира по домам. Погода сграя, дети сели вместе с учительницей в этот автобус. Заранее были заготовлены, этот автобус был не захвачен, грузин, кстати, водитель, на автозаправочной станции, там они заполнили канистры, затем разлили их в трехлитровые банки и на сиденье между детьми были поставлены по две, а кое-где и по три трехлитровые банки в бензине. Более того, еще две емкости по десять литров отдельно были заполнены и поставлены к столу этого автобуса. Потом, когда они засели, все, банки расставились, этот дядя уже другим тоном сказал, отныне вы являетесь не заложниками, если кто-то не будет выполнять моих требования, на первом случае я буду отрезать помощь. В автобусе находилась и его жена, по фавлии Фатаки, Тамара Фатаки. Значит, автобус тронулся с этого места к зданию, ну, тогда обком, область, полком, это все в одном здании находились. Там он ее выпустил с тем расчетом, чтобы она сообщила властям их требования. Это два миллиона долларов, вылет за рубеж, везде сообщать о том, что их восемь человек, захватчиков. Что она и сделала. Там, кстати, за этим автобусом пристроился один из родителей, на легковой машине ребенка, который находился в автобусе в качестве заложника. И он там подъехал за ними и так далее. Они, имея обрез, выстрелили в него и даже ранили его из этого обреза. Органы милиции, точнее, заместитель министра внутренней республики, вступил с ними переговоры, передал передать в автобус лицейскую радиостанцию, разговоры в лицейскую радиостанцию и так далее. В тот период аэропорт, находящийся в этом городе, он принимал самолеты только к Лассе до ТУП-134 и не больше. Они требовали военно-транспортных самолетов. Где-то в Владикавказ или Арченгизе. В Владикавказ. В Владикавказ. И принимал самолеты только в светлое время суток. А это уже было пока там они базарили и так далее. Это уже вечер был. Было принято решение, что автобус заложником проследует мироводы. Там расход принимает всех видов самолетов. Вот они приехали туда, мы уже прилетели к штабам организовали на зону или на месте. Они приехали туда, этот автобус прибыл туда 3 часа 30 минут ночь. Окна автобуса были все плотно заштолены одеялами, поэтому не просматривалась внутренность автобуса никаким образом. Было принято решение продолжить разговоры, они были возложены на меня. Первый, когда связался, в радиостанции с главарем банды, он только разговаривал со мной, я потребовал, чтобы он передал предговорное устройство учительнице. С ней начали договориться, как чувствуются дети. Она сказала, что дети проснулись, кучают, кушают, плачут, что все быстрее освободили. Туалета нет же там дети нет ничего. Все там делали повторюсь. Сказал, что вы сейчас и папа, и мама этих детей, поэтому от вас зависит очень много. Пожалуйста, я прошу вас слушать, вы обращивляйте их и надеетесь на то, что мы вас освободим, обязательно освободим. Вот, чтобы это знали вы и вот с учетом этого и обращались с детьми, воспитывали их там и вооружали этой уверенностью, что вы будете все освобождены. Переговоры, конечно, были очень нудные, потому что нахал такой был, я вам извиняюсь, морзый. Я борзел очень. Вот, дайте нам восемь бронежилетов, дайте нам восемь пистолетов, дайте нам восемь автоматов и так далее. Дважды в штаб звонил, Мегачев, Семенов Кузьмич Старойский, Тальцико нашей партии, Егор Кузьмич, вставался на Горбачева, что вот президент требует, чтобы дети были освобождены и чтобы ни один волос головой каждого ребенка не упал. Дважды повторял эту фразу, когда звонили. Ситуация, конечно, была очень сложной. Вот, вопреки общепринятому правилу, оно существует, такое правило. Нельзя передавать террористам оружие, боеприпасы и наркотические вещества. Здесь пришлось дать. Здесь пришлось дать. по требованию, что так требует президент, я в стране не знаю. Но вот если бы он не требовал, вы бы всех пустили бы в расход. Ну что за бред вообще? Президент требует. не знаю. Финтрации. Ну, давали там не было. Начали с этих бронежилетов, но требования наши были тоже жесткие. мы не шина поводовали. Что вот даем вам бронежилет, за бронежилет выпускаете двух-тверх детей. В противном случае мы передавать вам ничего не будем. они согласились с этими требованиями. Ну, троих не отдавали. Сколько детей всего было еще раз? Я послушал. 33 училица. 33 училица, да. Но одну девочку, она больная была, температурила и так далее. Они ее дорогой выпустили. Там же целая кавалька на машин шла зато. С родителями. С родителями ехали на машину. Ну, вот требования были такие вот, например, дети, куда лететь, это одно обстоятельство. Дайте нам сюда члена политбюро, но не дряхло. Живого. Зачем он вам понадобился? А чтобы гарантия была, что вы нас стрелять не будете. Вы же его расстреливать не будете, члена поедали. И нас не тронете. Ну, если он не согласится, тогда Раиса Максимовна, она детей любит, Раиса вообще не согласится. С нами побольше, как говорится. Пришлось передать им два пистолета и один автомат. Они опробовали, все. И, наконец, когда привезли деньги, рука бандитов оставалась 11 человек в месяц. Учительница 1. То есть, они все это, мы им продавали практически это? Задавали, да. Задавали, да. Задавали, да. Задавали детей, да. Бартером занимались. Бартером занимались. Бартером, да. Вот. Оставались они для того, чтобы им надо было перейти из автобуса военно-транспорта. Он всегда тоже прибыл. И он сняли с рейса, он должен улететь в Инди. Один из членов экипажа. Когда уже готовы были к вылету, мы получили такую информацию, что заместитель министра иностранных дел Чаплин ведет переговор с правительством Назарии о том, чтобы европейцане приняли этот самолет с бандитами в себя. И получили добро на это. Значит, я заявил бандиту. Да. С нами был еще начальник отдела, 4-го отдела. Когда уже принято решение было отправлять в Израиль, значит, они первоначально детей тоже помечтили к туда в Мечу Хитрийского Союза. Я заявил им, что мы не будем передавать вам деньги до тех пор, пока вы не освободите заложников. Вот этот начальник 4-го отдела сам изъявил желание, не согласовывая со штабом, значит, я буду вот вашим заложником от детей и учительницу вы должны освободить. На это они не пошли. Но вот когда их прижали с деньгами, что мы не будем вам передавать деньги, летите без денег. Тогда они отпустили ее и его отпустили. Все. Детей отпустили из самолетов. Но у них в руках оставался экипаж, 11 членов экипажа. Тоже заложники? Заложниками оставались. Меня потом руководство КГБ часто теребело и в ранге председателей, и в ранге знамок, почему не провели силовую пазу операцию. Но в автобусе при условии того, что там столько бензина было, я говорю, там достаточно было небольшой искры, чтобы автобус превратился вообще в живой факел. Тогда вообще никто не спасся. Ни заложники, ни захватчики не употребляют. Почему в самолете не провели? Ну почему надо подвергать жизнь 11 членов экипажа, потому что надо стрелять по ним? Значит, мы не исключали такую возможность кого-то из своих уничтожим даже, я употребляюсь. Это раз. А в третьих, я говорю, надо ли это делать было, когда мы были уверены, что потом придем, то есть вернем их обратно. Геннадий, просто глупый вопрос может быть, а вот нельзя было, например, экипаж подменить, переодеть альфовцев просто действующих в экипаж, ну как бы представить экипаж? Я упускаю некоторые детали, они заковали весь экипаж на ручнике, сами они потребовали, потом естественно, командир корабля говорит, Башков, как же я могу в наруссиках управлять штурвалом, я извиняюсь, и так далее, с него наруссики сняли, применялись, то есть там много вот таких отступлений, то есть они такие, как бы, сильно продуманные ребята, они готовились очень сильно, наркоманы были, наркоманы, вдобавок ко всему я потребовал, что вы совершаете два уголовных преступления, вернее, тех, которые тягощают ваше уголовное преступление, первое, вы пересекаете государственную границу Советского Союза с оружием, и второе, преступление, вы пересекать будете линии государственной границы в Израиле тоже вооруженными, с оружием, я говорю, тоже утяжелит ваша ответственность за уголовное преступление, они выбросили автоматы в самолет, в налетное поле, а на следующее утро получили команду, в один часов вылететь, прибыли в пять утра в Москву, вылететь, не знаю, вылететь в Израиль. Тогда прилетели туда, значит, самолет наш встречали министр транспорта в Израиле и Якоб Кэбби, Яков Ручкин. Да, вот я хотел вам задать этот вопрос, он же доктор-еговорщик нашей страны, уже тоже есть воспоминания на эту тему. Его и направил к кому-то, руководил операцию начальник генерального штаба, все спецподразделения израилели, подчиняются генеральному штабу. Но он начальник генерального штаба в последующий стал премьер-министром Израиля. Яков поднялся в самолет, в самолете я ему сказал, что Яков, нам надо семьи, семью человеком выехать в город. там в посольстве Финляндии была наша конкурсская группа три человека во главе с Маркиросовым. Он сказал, что вас здесь ожидает 1300 иностранных корреспондентов. Это дело меня спасало. Как вы проберетесь через всех их тут, трудно сказать. я его улаживаю как и везде я в основной въезд на телевыезд с аэропорта есть и запасные мы выйдем запасные. Ну, как вы рассуждаете. Вы это вы и улетите потом, а я-то останусь мне отвечать за это надо будет потом. Потом второе обстоятельство. Сегодня начался праздник Шаббат, который длится неделю. этот праздник означает, что не работают никакие это недели. Нет, Шаббат это суббота, это он длится один день, а наверное другой какой-то был праздник. Другой. Шаббат суббота, она раз в неделю. Нет, это неделю длится праздник. Ну, там у них куримы какие-то бывают, но они там религиозные праздники еврейские. Не работают банки, не работают магазины, не работают государственные учреждения. Даже самолет играют когда компания не летают. Вот если деньги в банке, то деньги не получатся. Я говорю, телефон, звонит туда, выясняй, где деньги. Кажется, деньги еще ночью, тюремщики считали, перечислик в 9-м. в тюрьме. Ну, два, мягко осталось, четыре дня. Деньги оказались в тюрьме. значит, все снято. Тюрьма охраняется, я говорю, там, наверное, выходных нет. Ехали туда, встретились с Портиросовым, там, повешали некоторые вопросы, затем нам нужно захватить летчиков, которые в это время купались в море отдыхали. Пугали нас, почему рано прилетели, как там, хорошо здесь. Они решили отдохнуть. Переговоры, было принято решение той стороной в Завильске провести на территории воинской части, летной воинской части, которая располагалась неподалеку, а почти рядом с гражданским самолетом. Командир части полковных такой молодой достаточно молодой человек так гостеприимно принял, заявив, на моей земле только ваха нога иностранца вступила. До этого никаких иностранцев в моей части не было и быть не могло. Но потом так размагнитил, что показал нам, как проходит праздник это праздник религиозный что они делают в этот период что кухают и так далее. Прибыл туда генерал полицейский, который сообщил мне, что он является руководителем полиции столичного округа, при этом сообщил такую информацию, что если через 40 минут вы не добьетесь передачи преступников, вам их вообще не будет. На КНС от Израиля и правительство Израиля сильное влияние оказывает администрацию с тем расчетом, чтобы не выдавать преступников Советскому Союзу. Никаких вообще. Прибыл Анук, доктор Анук, руководитель департамента МИДА, ему поручено правительством быть старшим на переговорах. Он выдавил еще дополнительную трудность, дополнительную требование. Выдать преступников можно только при условии, если вы дадите на правительственном уровне согласие, что к ним, к этим преступникам, не будет применена исключительная мера наказания. Ну они же никого не убили по большому счету. Вот такое несколько раз переделывали документы, потом в конце концов вообще дали гарантию, дали гарантию. Да. И то тогда с большим скрипом все-таки они привезли первых двоих, нам надо было их отправить в нашем самолете, потому что самолет, если бы они это вставили на том, американцу требовали у них, чтобы провести судебное следствие на территории Израиля, а тогда самолет должен был оставаться там как вещественное доказательство. Ну это транспорт, на который они прилетели, да? Самолет отправили с этими бандитами, а потом уже мы прилетели на 154, нас прилетели там вместе с женой, он сказал что они полетели жены категорически. Долго уговаривали ее, чтобы она вылетела, она не хотела лететь никак. С нами был заместитель председателя ТГБ. Ну всех удалось вытащить их оттуда. Вытащили, да. И сколько сдали? Самый справедливый суд определил я в шеянцу, говорю, банду 15 лет тюремного заключения, весь срок в тюрьме, двоим 18 лет, половина в тюрьме, половина в колонии, и одному 17 лет, половина в тюрьме, половина в колонии. Они уже все на воле, наверное, подбился Камерников, уже два года отсиделся Камерников к решению побега. Побег не удался, но в основе Хиловинский суд опять восстановил ему 15 лет срок, поднял ему 15 лет и объявил его рецидивистом. Затем фагмент показывает по телевидению по 4 каналу. Вот этот бывший начальник 4 отдела, он уже, оказывается, уволен был к этому времени, было предположено воинское звание полковного наступил в высшую занимаемую должность и награжден военным боевого красного знамени, пьют коньяк, с ним уже свалился Павел Викшиянцев из тюрьмы. Вот хлопает его по плечу, Паша, ты же хороший, парень, яб, меняющийся, что-то эти, ох, маль, там, это было бы все. Такая мутота, такая мутота, яб. Ну вот это вот одна из операций, которая произошла, ну, бескровно, то есть, ну, это, там, были вот эти приняты решения, про которые вы сказали, там, все ради того, чтобы сначала детей спасти, потом, чтобы людей уже заложников, вот, у вас не все были операции бескровными, и сотрудники погибали. А скажите, пожалуйста, вот, офицеры вашего подразделения, они какие-то суперлюди, они какие-то особенные, то есть, в чем их, как бы, особенность в отношении, есть же другие подготовленные, ну, другие подразделения, силовые, подготовленные, вот, сроки Альфа, они, как бы, элиты, ну, в чем особенность этих людей? Первый аргумент, который является, вот, очень детским, ну, вот, я встречаюсь, как с вами, вот, например, первый раз, с кандидатом, который заявил желание служить. Я ему задавал один и тот же вопрос каждому. Флору в подразделении сопряжена с риском до жизни. Как вы к СМО относитесь? Я смотрю на него очень внимательно. Если человек глубоко задумался, то ему видно сразу. Я ему говорю, спасибо, дорогой, вы продолжаете служить, где служили, быть, вам претензий никаких не имеющих, спасибо, до свидания. Больше я с ним не разговариваю. Это первое. Второе. Убеждение фактическое. Это первое. Любой террорист подготовлен не хуже тебя, а лучше тебя. Спецназовцы. Ты свою жизнь можешь сохранить при одном условии. Если ты будешь подготовлен выше его, лучше его будешь подготовлен. Первым поразишь его, не он тебе, а ты его. Вот исходи из этого. Если хочешь жить, занимайся как следует. Не хочешь жить, тогда пожалуйста. Живи как хочешь. Вот вся система воспитания и подготовки, она сводилась к этому. Чтоб люди были подготовлены во всеоружии. Заложник должен быть освобожден даже ценой твоей жизни. Я могу сказать на сегодняшний день 36 человек. За 49 небольших лет 36 человек официант не болит. Официант не болит. Официант не болит. Вы даже для вы же прекрасно знаете, вы военные. Нет людей, которые не боятся. Умереть не боятся. Они все боятся. Все боятся умереть. И даже самые смелые все равно думают об этом. И вот просто у вас здесь можно было бы каким-то образом обойти, сказав, что я хочу умереть. Но вы бы тоже не поверили, что человек хочет умереть. Никто не хочет умирать. Как он здесь? Это сама реакция. Насколько он задумался. Как задумался. И как ответил? Да, и как ответил. Я как-то одному задал вопрос. Я говорю, придется прыгать с самолетом. И он так глубоко задумался. Я говорю, вы что, боитесь? Нет, я думаю, а с парашютом или без? Ну, я говорю, с самолетом прыгать, конечно, парашютом. Ну, так тогда какие вопросы? А это нет вопроса. Я думал, без парашюта. То есть, он был готов и без парашюта сигануть, да? Нет, я говорю, без парашюта мы не прыгаем. Ну, все-таки вы ответили таким образом, что это люди, на вопрос суперлюди или нет, вы ответили, что это люди, которые беззаветно преданы своей миссии, профессии. Своей профессии. И, грубо говоря, они готовы разменять свою жизнь на жизнь тех людей, кого они защищают. И плюс суперподготовка, я так понимаю. Конечно, конечно. Вот я подчеркиваю, при проведении этой операции в Беслане, когда захватили родители и дети, мы говорим, что не все без кровавого. два факта, то есть два случая. Первый случай, это офицер Бымпела, Назумовский, когда бандит, террорист бросил гранату в спортзал, там, где было самое большое скопление людей. Вот у него секунды были на размышлениях, как поступить. Он лег на гранату и ценой своей жизни спас многих от поражения этой гранаты. Второй Перо, наш сотрудник, Альфовец. Точно такая ситуация была. Тоже закрыл гранату с собой. Где основа вот этого воспитания? Она раньше, чем он к вам пришел? Ну, естественно, я подчеркиваю, родители, вот у этого у Перо, отец полковник, с нашей службы ее поверняется. Видимо, и домашнее воспитание было таким, что ты должен быть патриотом нашего Одинства. Да можно быть патриотом и не умереть. Понимаете? А можно быть патриотом и за чужую жизнь отдать свою. Вот как бы вот здесь очень сложный психологический момент. Жизнь свою спасаем спасаем других. Так это решение человек должен принять ведь вот это сложнейший выбор такой, да, вот жизненный, да, то есть что кто-то жил другой, ты должен умереть. И вот эти ребята ваши, как бы, из вашего подразделения офицеры, они каждый к этому готовы. Для этого он и идет туда. А входной контроль осуществляет командир всегда. Не только. Подразделение, я не знаю, как сейчас, я вам откровенно говорю, в мое время было так. Вот когда он, значит, прошел собеседование, прошел медицинскую комиссию, медицинская комиссия, очень строго, по всем требованиям, вот как к летчикам, как к подводникам и так далее. Все. Сдал тесты по физподготовке. И, наконец, на последней стадии в управлении создавалось, не у нас в управлении, а в управлении, в седьмом управлении, создавалось мандатное комиссию под руководством руководителя управления. Туда секретарь подкова входил, туда входил кадровик, а это кадровик, это сам начальник управления, как правило, генерал, по кадрам. Все. Командир подразделения, секретарь подорганизации подразделения и так далее. Вот мандатная комиссия уже принимала окончательное решение зачислять и зачислять. Ваша общественная деятельность, она очень важна, и вы сами это знаете, поэтому вы ездите в отдаленные какие-то школы и так далее, поэтому общество кордится такими людьми, как вы, и мы рады, что вы ваши современники, и первое лицо государства вас имеет за честь рядом посадить на военном параде, поэтому мы очень благодарны вам за вашу деятельность, за вашу службу, которой 75 лет вы исправили, которую вы вот эту свою часть жизни отдали обществу, и обществу вам благодарны. Геннай Николаевич, спасибо вам за беседу, очень хорошая ребра, мы очень рады, что все так получилось. Спасибо. 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 Продолжение следует...